Так, чё там нового в кино? Новый мульт Диснея? Это Муана? Чё? Муана? Вон оно как, да? Мне определенно нравится новая политика Диснея, теперь их фильмы стали ещё более семейными! Всем оригинальное приветствие, бро, с вами Денис Оптимистор, и вы слышали об этом. Действительно, в Италии Муану переименовали в «Океанию», чтобы местные детишки случайно не нагуглили одноимённую порно-актрису. В таком случае, я Диснея рекомендую избавиться от всей франшизы «Алис в стране чудес», чтобы детишки случайно не нагуглили порно-пародии, коих на эту тему существует великое множество, даже Саши Грей одна имеется. Ставь лайк, чтобы Саша Грей стала новой принцессой Диснея. Ну окей, я и так что-то уже затянул с обзором, так что вот вам моё мнение про мультфильм «Муана». Признаться честно, мульт про Муану я не ждал. Время от времени, конечно, я видел очередной раз трейлер этой сказки в кинотеатрах, и тут же хотел его увидеть, но забывал уже через 10 минут. Всё потому что... Ладно, серьёзно, «Муана» это уже 56-й полнометражный мультфильм Диснея, и снова про очередную диснеевскую принцессу. Понимаете, только официальных принцесс Диснея уже больше одного десятка. Да и неофициальных, вроде Алисы и Эсмеральды, столько же. То есть, получается, в процентах каждый пятый, а то и четвёртый мультфильм Диснея про очередную диснеевскую принцессу. У них даже отдельная франшиза под них имеется. Да, как вы думали? Эту франшизу придумал в начале нулевых Энди Муни, пытаясь побороть падение продаж компании Disney. И вот в 2016 году выходит «Муана». «Ещё одна!» – подумал я первым делом. Мало нам недавний бестолковый Рапунцель, откровенно слабый храбрый сердцем, но и очень годные, конечно, холодные Эльзы, которая мне тоже понравилась очень в год выхода, но в основном запомнилась только песнями. И вот в ожидании очередной диснеевской принцессы родился вопрос «Хей, Дисней, вы там уверены, что нам нужна ещё одна?» Но на самом деле в итоге «Мана» показалась мне не такой уж и бестолковой. «Мана» – это очень красочная и яркая сказка, основанная на мифологии полинезийского народа и срежиссированной ветеранами диснеевского цеха Роном Клеменсом и Джоном Маскером. Именно эти мастера когда-то подарили нам «Геркулеса», «Планету Сокровищ», один из моих любимых мультов «Безел Мышиных Сыщих» и, конечно же, культового Аладдина. Кстати, вы слышали, что Алл на самом деле злодей? Нет? Тогда посмотрите мою давнюю фанатскую теорию. И да, несмотря на свой уже достаточно преклонный возраст, все еще отлично знают и помнят свое дело. Они в очередной раз создали потрясающий светлый и очень теплый мультфильм, особенно актуальный в нынешний мороз. Но во время просмотра «Моаны» вот так вот смотришь на этот белый песок на пляже, на океан, на пальмы с кокосами, на всех этих загорелых людей, которые поют, и буквально физически ощущаешь тепло, которым делится с тобой этот мультфильм. И да, «Моаны» — это уже второй мультфильм Диснея с атмосферой солнечной Полинезии. Первым был «Лилый Стич», но тот касался культуры местных народов лишь косвенно. Там Стич высадился в Полинезии только потому, что это было удобно для сюжета. Полинезия состоит из тысяч островов, окруженных водой, а всемогущий Стич как раз таки до безумия боялся воды, поэтому не мог убежать с этого острова. Ну а в «Моане» же создатели сильно углубились в обычаи, мифы и легенды народности Полинезий. Так что вышла достаточно атмосферная сказка. И хоть и реальные полинезийцы уже скандалят из-за внешности их божества Мауи, из которого сделали жирного Борова с взглядом насильника 10-го левела, Маскер и Клемец уверяют, что работа была проделана ими колоссальная. И относились они к чужой культуре с большим уважением. И это заметно. В результате их работы на экране оживает очень интересный, новый, достаточно самообытный мир. Новые боги, существа, порядки и законы — все это делает Моану действительно чем-то оригинальным. В отличие от всех этих с детства знакомых средневековых принцесс. Ну там, белоснежек всяких и золушек. Моана — это не еще одна принцесса в замке, которая ждет принца. И даже не та, что подрабатывает уборщицу своей мачехи. Это вполне себе самостоятельная героиня. Она такая сильная, независимая ролевая модель для 10-летних девочек. Смелая, уверенная, схватывает все на лету и вообще явный лидер. Не зря же дочь вождя. Моана, в общем-то, хороша. Среди диснеевских принцесс она, конечно, сияет не так ярко, но достаточно, чтобы хотя бы выделяться на фоне остальных классических принцесс. Но все-таки самым ярким из героев этого мультфильма, и думаю, никто со мной не будет спорить, стал полубог Мауи. Полутолстый полукачок с полураздутым эго, озвученный Дуэйном Скалой Джонсоном. В оригинале, конечно. Нам-то на самом деле все равно, нам придется подождать, чтобы услышать его в оригинале. Потому как у нас его озвучил баклажан из фильма Жмурки. Ну то есть актер Григорий Сиатвинда. Впрочем, тоже очень хорошо справился. И вот Мауи, это действительно самый потрясный персонаж мультфильма. В первую очередь из-за дуализма его натуры. Он типичная жертва обстоятельств, который хоть и немножко зазнался, но все равно когда-то старался на благо человечества. Он даровал полинезийцам агонь и прочие блага. Но в итоге стал ненавистным для тех же людей, украв сердце богини Тафити. Чем и обрек полинезийцев на беды. И по сути этот мультфильм о нем. Не о Маане, о нем. Именно его проблемы по сюжету решают все действующие лица. Но Амаана является главной лишь номинально. Ну то есть не могли создатели этого мультфильма сделать главным героем мудака Мауи. Нужно было в противовес поставить обязательно правильную Муану. Которая вроде как должна все исправить. И помочь исправиться нашему полубогу. Кроме этих двоих персонажей, сюжет разбавляет строгие, но справедливые родители Муаны. Безумная и веселая бабуля, которая так же как и внучка любит воду. Игоцентричный гигантский краб, говорящий в дубльже голосом Ильи Логутенко. Какие-то кокосики пираты, они же как Аморы. Еще вот этот забавный поросенок, который часто показывали в трейлерах, но в итоге его почти не было в мульте. Даже океан в этом мультфильме стал главным героем. Причем довольно забавным, хоть и безликим. Ах да, еще здесь был петух Хэй Хэй, который вроде как основной источник гэгов. И вы не поверите, его озвучивал потрясающий Алан Тьюдик. То есть вы поняли, да? В Диснее настолько все фанатики своего дела, что даже могут себе позволить пригласить на озвучку ПЕТУХА звезду сериала Светлячок. И кстати, занятный факт. Алан Тьюдик вообще кого-то часто озвучивает в крутых диснеевских проектах. Например, в Холодном Сердце он озвучил герцога Варавского. А в Зверополисе говорил за Харька Дюка. Ну а уже скоро, для тех, кто будет смотреть Изгой 1 в оригинале, представится возможность услышать Юдика на озвучке имперского дроида К2СО. Надеюсь, я все правильно зачитал, и фанаты Звездных Войн меня после этого не порвут. Впрочем, мы отошли от темы. Вы должны знать, что Мана – это очень хороший мультфильм с интересным, хоть и предсказуемым сюжетом. Мультфильм, созданный по идеальной диснеевской рецептуре. С расставленными там, где надо, слезовыжимательными точками, пунктами для восторга персонажей. Герои по ходу истории меняются, развиваются, делают выводы на своих ошибках и растут над собой. Но мультфильм все равно получается каким-то одноразовым. Нет тут никакой дополнительной глубины в истории. Ну а морали серии «Берегите природу, мать вашу», даже если вы полубог, простая, читается с первых кадров. А никакой другой морали здесь просто не считывается. Вот и получается, что Ману хочется вспоминать как отличное морское приключение. Переслушивать отличные песни, которые здесь на этот раз звучат дубляже, гораздо сочнее, чем в оригинале. Я сравнивал, да. Но не смотря на то, что это такой потрясающий мультфильм, пересматривать Ману лично я не очень хочу. Возможно потому, что мульт в этот раз получился слишком детским. А возможно из-за того, что это еще одна история новой принцессы. Да, отличная от прочих принцессы, но все-таки еще одна. И если выставлять оценку этому мультфильму, то Моана получает от меня годноту. Правда, годноту близкую скорее к середняку. Маскер и Клемец явно знают свое дело. Мульт прекрасный, да. И я не буду сравнивать его со Зверополисом. Реально, вот Зверополис до сих пор 10 из 10, но он о другом. Но если все-таки сравнивать Моану с другими новыми мультфильмами про диснеевских принцесс, то да, по мне он гораздо лучше Рапунцель, но значительно уступает холодному сердцу. И в итоге Моана вышла пусть и не лучшим мультфильмом Маскера и Клемеца, но уж точно отличной работой на все времена. Вспоминать мультик приятно, подпевать весело. Да и все эти отсылочки к прочим мультфильмам Диснея очень радуют. А здесь их достаточно. Ну, вы же помните, как я люблю отсылочки. Кстати, ждите скоро новый выпуск. И пишите в комментариях, на что он будет. Пишите в комментариях, как вам этот мультфильм понравился, не понравился, или оставил смешные чувства. И вот будьте как-то помягче в комментариях, когда вздумайте меня ругать. Я сейчас не оскорблял вас, вашу мать, вашу бабушку, вашу домашнее животное, не знаю кого еще. Я всего лишь высказал мнение по поводу мультфильма. И да, не забываем подписываться на канал Реал Пеппер. На канале Реал Пеппер вы найдете целую кучу видосов разной направленности. Тут вам и обзоры видеошколоты, и сталки по различным интересным объектам, а также стёб над моралфагами. В общем, не трать время впустую, переходи по ссылке в описании. Ну а заодно, можешь подписаться на мой канал, поставить этому видео лайк, и посмотреть мои предыдущие видео. Например, советую обратить внимание особенно на 10 необычных фильмов по комиксам. Интересная подборочка вышла, многие хвалят. Ну а с вами был Денис Оптимистер, зрить в корень. Всех люблю, всем пока!